МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА История компьютерных игр Все началось в 1972 году, когда группа бунтарей из Силиконовой долины бросила приземленную работу инженеров ради мечты. Их предводителем был 28-летний Нолан Бушнелл, который ухитрился открыть свое дело всего с 500 долларов начального капитала. Он основал компанию и назвал ее словом из своей любимой японской настольной игры ГОП. В японском, когда ты собираешься захватить группу противника, ты вежливо предупреждаешь его. Атари. Я подумал, что это хорошее, сильное название для компании. Несмотря на постоянную нехватку средств, Бушнелл отправился нанимать для Атари первого разработчика. Однажды приехал Нолан в своем новеньком сверкающем Олдсмобиле и повез меня обедать. Он предложил мне тысячу долларов в месяц и долю в компании. Шла война во Вьетнаме, я не доверял властям, и если бы мне сказали, что чего-то делать нельзя, то я бы тут же начал это делать. Когда мы открыли Атари, вошли в это пустое здание, и мне стало не по себе. Нас всего трое в маленькой компании безо всякой поддержки. Вот оно, старое место. Здесь, в этой маленькой мастерской, появилась первая великая компьютерная игра — ПОНГ. Здесь я сидел и собирал первый аппарат для ПОНГа. Вообще-то ПОНГ начинался как пробный проект. Он слегка преувеличил. Сказал мне, что у него крупный контракт с Дженерал Электрик. Ни один инженер не станет работать над никому не нужным проектом. То, что никто из Дженерал Электрик за все это время ни разу не позвонил и не зашел, меня совсем не насторожило. Сначала Эл заставил биты двигаться, потом научил мяч летать. Потом он добавил функцию, которая по точке удара мяча о биту определяла угол отскока. И после этого измененная игра получилась невероятно увлекательной. Но согласятся ли покупатели? Чтобы выяснить это, Бушнелл и Эл Корн установили наскоро собранный опытный образец в местной таверне. Мы поставили его в деревянный ящик, обклеенный бумагой для контактного копирования. Он выглядел очень убого. Прилепили сбоку копилку для монет из старой коробки от инструментов и поставили аппарат на бочку. Мы взяли по пиву, отошли к автомату для пинбола и стали смотреть, что же будет. Один из посетителей подошел к автомату и посмотрел на мяч, беззвучно прыгавший по экрану. Он вставил монетку и игра началась. В конце концов он понял, что битами управляли две ручки и разыграл первую подачу. Скоро вокруг собралась толпа зевак. Бушнелл с Эл Корном посмотрели немного и отправились по домам. На следующий день мы позвонили и нам сказали, что автомат сломался. Я сказал, только нет. Когда автомат открыли, то мы увидели, что он забит монетами до отказа. И мы поняли, что с этой трудностью мы как-нибудь справимся. Когда Нолан увидел, насколько Понг популярен, сколько денег он приносит, он сказал, что это успех, надо запускать производство. Атари тронулась с места. Бушнелл арендовал самое дешевое помещение, заброшенный каток. И там они открыли первый завод. Когда я сказал, что мы будем делать 100 автоматов в день, все в компании сказали мне, Нолан, да ты спятил. Мы так плохо разбирались в бизнесе. Мы пошли на биржу труда и наняли людей с улицы. Там были условно освобожденные хулиганы. Все это было ужасно. Так непрофессионально. Через полтора-два месяца мы уже производили 100 автоматов в день. О Понге стало известно. И скоро хлынули заказы. 10 тысяч аппаратов только для США. Мы быстро покорили страну. Нам было по 24. Не так давно мы окончили колледж. А мы сделали что-то, что всколыхнуло мир. Атария с начальным капиталом в 500 долларов заработала первый миллион. Но у едва вставшей на ноги компании впереди были неприятности. Грозовые тучи собирались по мере того, как росла прибыль. История компьютерных игр. История компьютерных игр. На новую компанию по производству компьютерных игр Atari обрушился успех. И еще больший успех был впереди, когда они решили перенести понк из игровых автоматов, создав домашнюю игру. Я понимал, что простор рынка домашних игр огромен. Однажды Эл зашел ко мне и сказал, что можно записать программу на чип. И делать чипы такими дешевыми, что мы сможем выйти на рынок домашних игр. Я сказал, давай попробуем. Это один из первых чипов Понга в новой версии. Эти чипы обходились нам по 10 долларов за штуку. А мы могли делать игру и продавать ее за 100 долларов. Гораздо сложнее было найти согласных продавать домашнюю версию Понга. Во всей стране не нашлось ни единого магазина игрушек, который купил бы Понг. Тогда один из наших предложил попробовать продать в отделе спорттоваров в универмаге Сирс. Бушнелла и Эл Корна пригласили показать опытный образец в штаб-квартире Сирс, в Сирс Тауэр, Чикаго. За столом сидело все руководство, но эти люди не разбирались в высоких технологиях. А начальник отдела, Карл Линн, гордился тем, что изобрел одеяло с электрообогревом и кондиционером. Я подключаю приставку к телевизору, а она не работает. Нет изображения. Причиной неполадки, понял Эл Корн, была самая мощная телебашня в Чикаго, которая находилась в нескольких этажах над ними. Мне пришлось открыть коробку и настроиться на другой канал. Они увидели все провода внутри. В общем, я наладил игру, поиграл в нее. И Карл Линн, босс, смотрит на меня, склоняется над столом и говорит, «Мистер Эл Корн, вы утверждаете, что берете все эти провода и подсоединяете их к крохотному кусочку кремния размером с ноготь?» Я говорю, «Да, сэр». «И как же вы их к нему будете припаивать?» В итоге руководство Сирс удалось убедить. Он спросил, «Сколько мы можем производить?» Мы вышли посоветоваться. Я говорю, «Сколько?» «Ну, скажем, где-то 25 тысяч». Мы вернулись, и я сказал представителю Сирс, что мы можем делать 75 тысяч. По-моему, хорошее число. А потом он вернулся к нам с заказом на 150 тысяч. Тогда мы признали, что сделать столько нам не по силам. У нас просто не хватит денег. Он сказал, «Не волнуйтесь, я отведу вас в банк Сирс». Сирс заказали 150 тысяч игр к Рождеству 1975 года. Для Атарии снова пришло время играть по-крупному. Сирс запустила свою мощную рекламную машину, и начался ажиотаж. Сенсационная игра 1973 года была теперь доступна в качестве лучшего домашнего развлечения. Прошел один рекламный ролик, и все раскупили. Это было поразительно. Медленно, но верно, мы делали разные новые игры. Мы решили не давать спуска своим конкурентам. И мы обошли их в рекламе, в производстве, в новшествах. Чтобы делать лучшие игры, Бушнеллу требовалось привлечь лучших программистов. И он решил сделать работу в Атарии праздником, чтобы это была самая веселая компания в мире. В новом здании он поставил горячую ванну. Я помню, как мы с Ноланом сидели в ванне с некоторыми сотрудниками и сотрудницами, и тут входит один новичок из программистов и спрашивает, а где его родители? Ему объясняют, что вообще-то здесь сидят председатель правления и главный инженер. Человек стоит в шоке, а ему говорят, давай раздевайся, залезай к нам, у нас весело. Мы хотели нанимать, кого нам нужно. Поэтому мы хотели показать, что работать у нас просто здорово. Мы прославились как компания, которая всегда праздник. Новый работник Дэвид Крейн был большим поклонником эксцентричного подхода Бушнелла к управлению компанией. От Нолана часто можно было услышать слово «классно». Если он считал что-то классным, он хотел это сделать. И если что-то классное для него, то и другим понравится. Бушнелла вдохновлял своих блестящих молодых инженеров на постоянные новшества. Я считал так. Если ты твердо веришь в свою идею, то попробуй осуществить ее. Свободный поток творчества породил целый ряд успешных игр и сохранил Atari на вершине созданной ею отрасли промышленности. Но тут завязался судебный процесс. Оказалось, что компьютерные игры были изобретены за шесть лет до появления Atari. Конструктор телевизоров по имени Ральф Берр вынашивал эту мысль с начала 50-х. Мысль оформилась в 1966 году, когда он был в командировке в Нью-Йорке и ждал на остановке автобуса. Когда на следующее утро, 1 сентября 1966 года, я вернулся на работу, я написал служебную записку на четырех листах, в которой изложил все. Я предлагал спортивные игры, погони, гонки, рейс-гейм, кар-гейм. Берр сел за работу над своим изобретением. К 1968 году он изготовил первую телевизионную приставку, которую он называл просто своей коричневой коробкой. В его первой игре два пикселя гонялись друг за другом по экрану. Вскоре последовала игра в теннис, и это за 4 года до того, как Бушнелл и Эл Корн придумали понг. Компания по выпуску радио и телевизионного оборудования Магнавокс наняла Бера на работу и выпустила улучшенную версию коричневой коробки. В Одиссеи было 10 разных игр. Чтобы приукрасить примитивную графику, к каждой игре прилагалась цветная картинка на экран телевизора. К игре также прилагались джойстики. А еще Берр придумал первое световое ружье для стрелялок, и тем самым намного опередил свое время. В 1972 году Одиссею выставили на торговой ярмарке в Нью-Йорке. Приставка была гвоздем программы. Все восхищались Ею, в том числе пресса. Магнавокс представляет Одиссею. 10 увлекательных электронных игр, в которые вы можете играть на своем телевизоре. 24 мая того же года на другой ярмарке в Силиконовой долине в книге отзывов появилось интересное имя Нолан Бушнелл. Он играл в Одиссею, играл в настольный теннис. На самом деле я вообще не видел Одиссею. Я просто расписался, и, пожалуй, это было не очень умно. Повлияло ли на Бушнелла Одиссея или нет, но Ральф Берр запатентовал свое изобретение. Вот патент. Если вы посмотрите на мелкий шрифт сверху, то увидите, что он выдан в январе 1968 года. Вот телевизор, а здесь приставка с джойстиками с обеих сторон. На основании патента Бера Магна Вокс впадала в суд на Атаре. Наша позиция всегда была предельно ясной. Мы заявили, что увладим дело только за ту сумму, которая не превысит стоимость защиты патента. В 1976 году в Чикаго после четырехлетних переговоров Бушнелл и Берр впервые встретились на ступенях федерального суда. Бушнелл и его адвокат предпочли не идти в суд, а заплатить лицензионное вознаграждение по патенту Бера. За несколько дней они пришли к соглашению о лицензии за очень скромную сумму. Он легко отделался. Компания Магна Вокс согласилась на 400 тысяч долларов. Ральф Берр добился справедливости, но не получил международного признания, как Бушнелл. Его называли отцом видеоигр, потому что он все время был перед камерами, а я за кулисами. И мои адвокаты говорили мне, успокойся, Берр, у него лицензия, успокойся. Прошло 25 лет, Берр сейчас на пенсии, но он намерен дописать автобиографию и разъяснить истинное происхождение видеоигр. Соглашение обошлось Бушнеллу дешево, ведь Атари уже зарабатывала миллионы. Но когда игровые автоматы вошли в золотой век популярности, Атари столкнулась с новой угрозой, в виде покорившей весь мир игры из Японии. В 1978 году Тайто выпустила игру, которая стала в Японии настолько популярной, что вызвала по всей стране нехватку монет по 100 йен. Космические захватчики разошлись тиражом в 350 тысяч штук по всему миру и вызвали возрождение бизнеса игровых автоматов. Атари ответила своими космическими играми. Команда инженеров Нолана Бушнелла делала первые шаги в векторной графике новой технологии с потрясающим новым видом. В 1980 году астероиды стали самой коммерчески успешной игрой Атари. Вслед за астероидами вышла зона боевых действий, еще один крупный успех. Галереи игровых автоматов расплодились везде. Во всем мире подростки и люди постарше тратили на них все свое свободное время и деньги. Политики и родители стали выражать озабоченность. В газетах по всему миру много писали о прогулах в школе и преступности. Галереи заклеймили как притоны, где детей сбивали с пути истинного. Но у Атари было решение. Еще в 1975 году инженеры Атари тайно приступили к работе над радикально новой идеей компьютерной видеосистемой VCS. На ней можно было играть в видеоигры в относительной безопасности и в уютной домашней обстановке. Вот первый опытный образец игровой приставки Атари. Здесь есть все, что надо. Плата для монтажа накруткой, джойстики от игры танк. Мы знали, что на ней должен идти понг, танк, гонки, но помимо этого мы не знали, что еще с ней можно будет делать. VCS поступила в продажу в 1977 году. Поскольку Атари была главным производителем игр, она выпустила целый ряд модификаций VCS, которые нельзя было не купить. А в 1980 году Атари приобрела права на домашнюю версию космических захватчиков. Космические захватчики от Атари. Теперь вы можете играть в самую популярную аркаду в мире на экране своего телевизора. В то Рождество были проданы миллионы приставок, чтобы подростки могли играть в космических захватчиков у себя дома. Благодаря разительному успеху VCS годовой доход Атари перевалил за 1 миллиард долларов. Головокружительный взлет Атари привлек к вниманию крупных игроков. Warner Communication сделали Бушнеллу предложение, от которого он не мог отказаться. Они предложили выкупить Атари за 28 миллионов. Небывалая сумма при начальном капитале в 500 долларов. В то время это были огромные деньги. Я никогда не думал, что столько заработаю. Но для Атари это было начало конца. Бушнелл остался генеральным директором, но вскоре между ним и правлением появились разногласия. Мы только что выпустили VCS, а я заявил, все, с VCS покончили. Они сказали, что? Они пришли в ужас. Новых хозяев из Уорнера не впечатлили методы управления компанией. Они были нью-йоркцы, и они не понимали. Им все казалось очень ненормальным. Они стали понемногу избавляться от наших методов работы и в конце концов уничтожили компанию. Целый ряд серьезных разговоров с новыми хозяевами привел наконец к неизбежному увольнению Бушнелла. С ним рассчитались и показали на дверь. Промышленность потеряла своего мечтателя первопроходца. Но беды Атари еще не кончились. Лучшие программисты, среди них Дэвид Крейн поняли, что новое руководство не ценит их роль в исключительном успехе компании. Множество обещаний не выполнялось. Некоторые наши инженеры, которые делали игры для домашних приставок, получали 50-60 тысяч долларов в год. Каждые 3-4 месяца они делали игру, которая приносила доход в 100 миллионов долларов. Эти инженеры умели считать. Если они полагали, что мы стоим не больше 1% тех денег, которые приносят наши продукты, то нам в такой компании делать было нечего. Дэвид Крейн и еще трое главных программистов ушли из Атари и открыли свою собственную компанию Activision. После двух лет судебной тяжбы с Атари они добились права писать и выпускать свои игры для VCS. Activision выпустили много лучших игр для VCS, а сам Крейн создал самую удачную игру за подню. Каждая наша игра расходилась тиражом по меньшей мере в полмиллиона картриджей, то есть все они были хитами. Потом появилась западня и разошлась миллионными тиражами. Западня стала первой платформенной игрой. Activision возродила творческий дух ранних дней Атари, но в то же время невольно вызвала катастрофу. Многие бизнесмены видели наш успех, но они видели лишь это и к несчастью наводнили рынок продуктами, которые никто не хотел покупать. Атари способствовала потере потребительского доверия к компьютерным играм, таким наспех состряпанными продуктами, как ИТ. Миллионы картриджей с этой игрой оказались на свалке. Рынок компьютерных игр обрушился. В 1983 году Warner объявила о потерях в четверть миллиарда долларов за второй квартал и их акции резко упали. Я так жалею, что продал Atari компании Warner. По-моему, это была самая большая глупость в моей жизни. В 1984 году Warner продала Atari и американскую игровую промышленность похоронили. третий творчество где-то еще процветало и скоро появится целая плеяда блестящих разработчиков и предпринимателей. Это началось как увлечение, потом переросло в одержимость, а потом стала работой. Близнецы Филипп и Эндрю Оливер были обычными британскими подростками. Приставку родителей им покупать не разрешали, зато компьютеры считали полезными для учебы. В это время появился целый ряд дешевых персональных компьютеров, таких как ZX Spectrum и Commodore 64. Тысячи родителей Великобритании из благих побуждений покупали их для детей и тем самым породили промышленность программного обеспечения, которой теперь нет равных в мире. История компьютерных игр. История компьютерных игр. В начале 80-х британские школьники в классах, в школьных дворах и у себя дома готовили переворот. Некоторые из них станут миллионерами. Близнецы Оливера, которым было всего по 12 лет, загорелись идеей делать игры, не похожие на классические аркады. Все главные игры были на автоматах, но там нужно было платить по 20 пенсов и удовольствие длилось недолго, всего несколько минут. А на компьютере ты мог играть весь вечер, каждый вечер, сколько хочешь. Близнецы научились программировать на своих новых компьютерах. В 1982 году, когда им было всего 13, близнецы выпустили свою первую игру Roadrunner. Текст программы полностью напечатали в журнале, чтобы читатели могли набрать ее на своих компьютерах. Было так здорово прийти в школу, показать всем журнал и сказать смотрите, мы это сами сделали. На трассе стояли препятствия одного цвета. Машинка двигалась вниз по экрану и трасса все время виляла. Мы соревновались друг с другом, кто дольше продержится. Дорога все петляла и петляла, ты начинал сбиваться и в конце концов врезался. за игру журнал заплатил им символические деньги. Со своей следующей игрой они приняли участие в соревновании для детской телепередачи. Мы написали игру и послали ее им. Мы выиграли первый приз, нам заплатили деньги. Было очень здорово. Самое смешное то, что там не надо было писать игры на компьютере, надо было просто нарисовать игру на бумаге и отправить им. Увлечение быстро превращалось в кустарную промышленность. Производство находилось в их комнате. Мы написали много разных игр. Мы часто работали всю ночь, а на утро шли в школу. У нас было разделение труда. Ты будешь заниматься стрельбой из лука и бросанием камней, а я буду делать что-то еще. Ты ложишься спать, а когда просыпаешься, в игре появилось что-то новое, а я продолжаю работать, работать, работать. Потом вдруг замечаешь, что за окном чирикают птички и начинает светать. Издатели распространяли их игры по всей стране и продавали их в крупных магазинах. Когда близнецы заканчивали школу, им по-прежнему платили очень мало, и их родители решили, что пора им заняться настоящей карьерой. Но один из школьных учителей убедил родителей дать детям еще один год на испытание. А через несколько недель все изменилось, когда близнецы встретили братьев Дарлинг. Братья Дарлинг тоже писали игры с юных лет. Но они были недовольны символическими суммами денег, которые компании платили юным программистам. Тогда они стали продавать игры по почте и открыли свое предприятие в свободной комнате у себя дома. Они размножали игры на кассетах, печатали свои обложки и со временем продали миллион кассет. В 1986 году они учредили свою компанию Code Masters. И на своей первой ярмарке они познакомились с 18-летними близнецами. Пришли братья Оливеры и показали нам все игры, которые они написали. Они сказали, такая игра принесет вам 10 тысяч фунтов. Мы чуть не упали. Если они позавидовали нам и пришли в восторг, то им удалось не показать виду. Нам не терпелось добраться домой. Мы работали почти без сна. За один месяц мы создали супер Робин Гуда. Мы продали 100 тысяч кассет и заработали 10 тысяч фунтов. Если бы мы продавали ее дальше, то заработали бы еще больше. Нам просто не верилось. После таких доходов мы не могли остановиться. стали писать еще игры для Коудмастерс. Это сотрудничество было одним из самых успешных в истории компьютерных игр. Мы посчитали, что около 50% всех игр для Коудмастерс написали мы. А еще близнецы Оливеры работали над секретным проектом. Они хотели сделать что-то новое, игру с героем, как в мультфильме. И этим героем был Дизи. Мы хотели создать волшебный мир. Я решил нарисовать лицо персонажа на экране как можно крупнее, чтобы сделать его более живым. Коудмастерс получали кучу писем от поклонников Дизи, в которых спрашивалось, как делать то-то и то-то. Мы приходили и объясняли, что надо делать. Дизи покорил весь мир. Игра была на вершинах хит-парадов во всех странах. Наши игры занимали первые три места в хит-парадах. Мы были как Битлз игровой промышленности. История братьев Оливеров была известна по всей стране. Подростки, заработавшие миллионы на компьютерных играх, стали знаменитостями. В газетах много писали о вундеркиндах, которые покупали дома, катера и машины, хотя им еще рано было садиться за руль. Итогом всего этого упорного труда стал значительный творческий вклад в создание игр. Геймеры делали игры для геймеров. Благодаря эпохе бытовых компьютеров Британия теперь дает игровой промышленности больше разработчиков и программистов, чем любая другая страна. Помню, я как-то сказал журналисту, что когда-нибудь игровая промышленность обгонит телевидение. И сегодня в Соединенном Королевстве она крупнее, чем телевидение и кино вместе взятые. Но еще тогда, в начале 80-х, когда британские подростки были звездами эпохи бытовых компьютеров, на Востоке восходили новые звезды. Центр игровой промышленности вскоре сместится снова, на сей раз в Японию. В игровой промышленности, которая началась с Атари на западном побережье США 30 лет назад, теперь господствует Япония. И это благодаря нескольким выдающимся играм с такими героями, как Донки Конг, Марио и Зельда. Всех их создал в 80-е годы творческий гений Сигеру Миямото из компании Нинтендо. Однажды я понял, что игры могут пробуждать в людях чувства. С тех пор мои детские воспоминания всегда отражаются в моих играх. В 1980 году Миямото принес свое богатое воображение в малоизвестную компанию Нинтендо. Компания находилась в древней столице Японии Киото и больше 100 лет производила традиционные игральные карты Ханафуда. Но когда президент компании Хироси Ямуачи увидел успех аркадных игр вроде космических захватчиков он перепрофилировал Нинтендо на компьютерные игры. Миямото наняли художником. Он никогда и не мечтал, что его попросят рисовать компьютерные игры. Миямото всегда витал в облаках. Был настоящим художником. Он меньше всего ожидал, что станет работать в большой компании. Я ненавидел компьютеры и не доверял невидимым вещам вроде электричества. его судьбу перевернул срочный звонок из США. У Нинтендо в Сиэтле была небольшая штаб-квартира. Господствовала эра игровых автоматов. Впереди была Атари и Нинтендо тоже хотела свою долю. Американский филиал заказал 2000 машин с успешной японской игрой Radar Scope, но в США игра провалилась. В головной офис в Киото поступил запрос на замену. В компании не нашлось ни одного свободного разработчика и решили, что пора дать шанс самому молодому. Это задание ошеломило, а потом поглотило Миямото. Он начал исследование. Он ходил в галереи, где дети играли на игровых автоматах и пытался понять, в чем тут дело. И он проникся идеей сделать игры, как фильмы, чтобы в них рассказывались истории. Миямото придумал простую историю и нарисовал красочных персонажей для своей новой уникальной игры. Позвольте показать вам первый набросок для Донки Конга. Горилла сбегает из своей клетки и похищает девушку. Человечек с молотком гонится за гориллой и уворачивается от бочек. В конце открывается яма в полу. Горилла падает и гибнет. Когда Миямото оживлял своих рисованных персонажей, ему приходилось работать в рамках технологии того времени. Внезапно возник вопрос, а какие у этого человечка волосы? Если он падает, то волосы должны развиваться, как будто он действительно летит. Но в то время программисты не могли этого делать. поэтому Миямото решил задачу другим путем. Он надел на человечка красную кепку. В качестве последнего штриха Миямото сам написал музыку к игре и ее отправили в Сиэтл. Оставалось узнать, станет ли Донки Конг достойной замены неудачному радарскопу. Американцы увидели игру и решили, что их японские коллеги сошли с ума. Опасаясь худшего, сотрудники американского Nintendo решили испытать игру в местном баре, как Нолан Бушнелл испытывал Понг 10 лет назад. Через день они пришли назад в бар, открыли маленький ящик для монет, а там 30 долларов четвертоками. Он был переполнен. А это значит, что машина работала почти без перерыва, с полудня и до полуночи, пока не закрылся бар. Они сказали, вот это да, будем считать, что рынок сбыта мы изучили. Вперед! Только за первый год компания получила 100 миллионов долларов от продаж, а Донки Конг стал международной суперзвездой в целой серии будущих игр. Тем временем первый хозяин Донки Конга Джампмен продолжил свой путь к еще большей славе и успеху. В 1985 году компания объявила выпуски на американский рынок новой игровой приставки Nintendo Entertainment System или N.E.S. Помня о крахе игровой промышленности США, большинство наблюдателей сочло сотрудников Nintendo сумасшедшими. Но у Nintendo было секретное оружие. Миямото вывел компьютерные игры на новый уровень своим новым шедевром с супербратьями Марио. Джампмен перевоплотился в итальянского водопроводчика Марио. Марио может проявлять чудеса физической силы и прыгать очень высоко, но он не сверхчеловек. Он тонет в воде и расшибается, когда падает с большой высоты. Миямото создал для него мир полный труп, коллекторов, а также уступов и скал. А еще он нарисовал целую армию красочных мультяшных чудовищ. В ранней пробной версии Марио был очень большой. Потом я нарисовал маленького Марио. С двумя Марио игра стала интереснее. Потом я задумался, какая волшебная еда превратит маленького Марио большого. Так я и придумал этот похожий на поганку гриб. Волшебный мир, который он создавал был похож на зазеркалье. Игра и два ее продолжения стали одними из самых любимых игр на свете. К 1987 году приставка Н.E.S. игрушкой номер один в мире. Исследования показали, что Марио американские дети знали лучше, чем Микки Мауса. А потом Миямото выдал свой следующий шедевр. В 1987 году Нинтендо выпустила игру о Зельде. Первую из целой серии, которую повсеместно провозгласили величайшей. Легенда о Зельде вышла за пределы платформ и уровней. Она предлагала игрокам свободно бродить, исследуя огромный волшебный мир. История начинается с того, что посреди поля стоит ребенок. У него нет ни меча, ни щита. Игрок сначала дает ребенку имя. Он не знает, что делать. Он бродит по полю в поисках занятия. В то время это была очень смелая идея. В этой игре, как ни в какой другой до нее, у игрока было чувство прогресса. Он добывал новые вещи, становился сильнее и опытнее по мере того, как разворачивалось приключение. Когда ребенок вырастает, игрок думает, я раньше чего-то боялся, но теперь я очень сильный. Именно такую игру я и хотел сделать. Легенда о Зельде, для прохождения которой нужно более ста часов, озадачила, заинтриговала и очаровала игроков по всему миру. Она стала сенсацией, которая нарушила все правила, и определила жанр, который с тех пор господствует в играх. К концу 80-х Nintendo продала свыше 30 миллионов приставок NES, 100 миллионов игр и заняла целых 85% мирового рынка игр. Nintendo стала ведущим производителем компьютерных игр. И она собиралась доказать это радикально новой портативной игровой системой, которая понравится мальчикам, девочкам и даже взрослым. Геймбоем. И вскоре стало ясно, что Nintendo зайдет очень далеко, чтобы добыть такую игру. История компьютерных игр. В конце 80-х началась дружба между двумя разработчиками игр по обе стороны железного занавеса. Дружба, которая сделает одного из них знаменитым, другого богатым, а игру Game Boy компании Nintendo самой удачной игровой машиной. Ключом к этой дружбе был Tetris. В 1988 году разработчик и издатель игр голландского происхождения Хэнк Роджерс занимался ввозом новых игр в Японию. Я познакомился с Tetris в 1988 году на выставке бытовой электроники в Лас-Вегасе. Я ходил по выставкам, покупал понравившиеся мне игры и привозил их в Японию. Это была моя работа. Я поиграл в Tetris и ушел. Потом вернулся, опять поиграл и ушел. Потом опять вернулся и поиграл. Игра затягивала. Tetris придумал в 1984 году москвич Алексей Пажетнов, ныне живущий в Сиэтле. Пажетнов занимался искусственным интеллектом и программами распознавания голоса. Он придумал Tetris в качестве испытания для нового компьютера. Я интересовался головоломками и математическими развлечениями. Основой Tetris была древнеримская головоломка Пентамина. Здесь 12 разных фигурок. И все возможные фигурки состоят из 5 квадратов. В упрощенной версии Пентамина Пажетнова все фигурки состояли из 4 квадратиков. Он назвал ее Tetris по греческому слову Tetra 4. Я написал подпрограмму, которая поворачивает на 90 градусов. Нажимаешь клавишу и чук. Тогда ко мне пришла мысль об игре в реальном времени. Гениальная задумка Пажетнова была в том, чтобы сделать игру на время. Заполненные линии исчезали с экрана, благодаря чему можно было играть почти до бесконечности. Но задача усложнялась по мере того, как фигурки падали все быстрее и быстрее. Поскольку игра все ускоряется, твой мозг уже не успевает думать так быстро. Может быть в этот момент в Tetris начинает играть твое подсознание. и я думаю атлетики имеют это. Мы называем это зону. Несколько месяцев спустя про игру узнал импортер программного обеспечения из Венгрии Роберт Стайн. Стайн поехал в Москву, где он встретился с Алексеем Пажетновым и договорился о лицензии на выпуск игры. По какой-то неизвестной причине он подарил мне Tetris. Игру можно было свободно издавать. То есть я так думал в то время. Tetris, русская компьютерная версия древнеримской головоломки завоевала дикую популярность. Когда Tetris проник в конторы, производительность упала до нуля. В итоге его пришлось запретить. В Японии Хэнк Роджерс выпустил Tetris для игровой приставки Nintendo. Мы выпустили Tetris к Рождеству 1988 года. Мы продали 3 миллиона игр. Как раз тогда Хэнк Роджерс оказался в числе немногих посторонних, которых пустили на предварительный показ новой портативной игровой системы Game Boy. Я сказал, знаете, по-моему, у меня есть идеальная игра для Game Boy. Но Роджерс столкнулся с ожесточенным соперничеством со стороны Роберта Стайна за права на портативный Tetris. Извините меня, но если я нашел этот продукт, то разве он немой, я вылетел ближайшим рейсом. Сами того не зная, Роджерс и Стайн отправились в Москву в один и тот же день. Они остановились в одной и той же гостинице, но так и не встретились. Телевизор не работает, радио не работает. Все гадали, как же там будет за железным занавесом. Было очень страшно. Роджерс прилетел в Москву, ничего не зная о Советском Союзе и не говоря по-русски. Он знал только, что ему нужна организация под названием Элорг и все. К своему удивлению, он легко нашел переводчицу, которая отлично говорила по-английски. Все эти люди были из КГБ. Нельзя было найти переводчика, который бы просто помог тебе вести дела. Разрешение на все встречи выдавало КГБ и, конечно, я появился как гром среди ясного неба. Наконец спустился мистер Беликов и я объяснил ему, что я выпустил Тетрис в Японии. Он спросил, что это за устройство и ответил, что это Нинтендо. Он сказал, но мы никому не давали на это право. Я понял, что крупно влип. Большую часть времени там я был пиратом. Тем же утром Роджерс познакомился с Пажетновым. Позвольте представить вам еще одного нашего гостя, мистера Пажетнова всемирно известного мистера Пажетнова. Всемирно известного? Почему? Да, всемирно известного. Мы подружились очень быстро, потому что у нас была общая тема игры. Он неважно говорил по-английски, но и так было понятно. Хэнк был самым первым человеком, который понял и полюбил игру. Я сразу это почувствовал. Тогда все в Москве, в том числе и Алексей Пажетнов, опасались, что их разговоры могут услышать посторонние люди. Всякий раз, когда он хотел поговорить со мной о чем-нибудь серьезном, он подмигивал мне или давал еще какой-нибудь знак. И мы шли в парк. Наконец начались переговоры о правах на портативный Тетрис. Там было аж 8 или 10 человек. Некоторые из них точно из КГБ. Это был прямо-таки допрос с пристрастием. Я сидел в комнате, а они задавали мне разные вопросы. Но кое-чего Роджерс не знал. В то же время, в том же здании, русские вели переговоры с Робертом Стайном. У меня была цель заполучить как можно больше прав на игру из тех, что останется. Стайн и Роджерс не знали также, что в Москве был глава английской компании Mirrorsoft Кевин Максвелл, сын газетного магната Роберта Максвелл. Кевин использовал свои рычаги. Он сказал, если вы не пойдете на сделку со мной, мой папа поговорит с Горбачевым, и у вас будут большие неприятности. Такой у него был метод ведения переговоров. Но на стороне Роджерса был Пажетнов, а также щедрые обещания от Нинтендо. Через четыре дня переговоров они наконец согласились. Было подписано соглашение, и Пажетнов с Роджерсом отпраздновали это в единственном японском ресторане в Москве. Я возненавидел его, но ведь он поступил как любой другой бизнесмен на его месте. Я потерял бог знает сколько миллионов долларов. Я очень недоволен. Больше всего выиграла Нинтендо. Во всем мире было продано 32 миллиона геймбоев с Тетрисом. Как советский гражданин Алексей Пажетнов ничего не заработал на игре, но он стал всемирно известным и эмигрировал в США. В 1996 году, когда истек срок действия соглашения, Пажетнов получил наконец первые авторские отчисления с игры. Теперь они с Хэнком Роджерсом занимаются бизнесом и продают Тетрис на новом поколении машин новому поколению игроков. С Тетрисом игровая промышленность наконец достигла зрелости и сделала Нинтендо по крайней мере на время самой могущественной компанией по производству развлечений на планете. Поначалу незамысловатая культура компьютерных игр испытала невероятный рост благодаря умению смотреть вперед и творческим способностям своих первопроходцев. Они поняли насколько человечество любит и хочет играть и исследовать новые миры. Это виртуальная жизнь и остановить ее нереально. Но у едва вставшей на ноги компанией впереди были неприятности. Грозовые тучи собирались по мере того, как росла прибыль. История компьютерных игр. На новую компанию по производству компьютерных игр Atari обрушился успех. И еще больше успех был впереди, когда они решили перенести Pong из игровых автоматов, создав домашнюю игру. Я понимал, что простор рынка домашних игр огромен. Однажды Эл зашел ко мне и сказал, что можно записать программу на чип и делать чипы такими дешевыми, что мы сможем выйти на рынок домашних игр. Я сказал, давай попробуем. Это один из первых чипов Pong в новой версии. Эти чипы обходились нам по 10 долларов за штуку, а мы могли делать игру и продавать ее за 100 долларов. Гораздо сложнее было найти согласных продавать домашнюю версию Pong. Во всей стране не нашлось ни единого магазина игрушек, который купил бы Pong. тогда один из наших предложил попробовать продать в отделе спорттоваров в универмаге Sears. Бушнелла и Эл Корна пригласили показать опытный образец в штаб-квартире Sears в Sears Tower в Чикаго. За столом за столом сидело все руководство но эти люди не разбирались в высоких технологиях а начальник отдела Карл Лин гордился тем что изобрел одеяло с электро обогревом и кондиционером я подключаю приставку к телевизору а она не работает нет изображения причиной неполадки понял Эл Корн была самая мощная телебашня в Чикаго которая находилась в нескольких этажах над ними мне пришлось открыть коробку и настроиться на другой канал они увидели все провода внутри в общем я наладил игру поиграл в нее и Карл Лин босс смотрит на меня склоняется над столом и говорит мистер Эл Корн вы утверждаете что берете все эти провода и подсоединяете их к крохотному кусочку кремния размером с ноготь я говорю да сэр и как же вы их к нему будете припаивать в итоге руководство Сирс удалось убедить он спросил сколько мы можем производить мы вышли посоветоваться я говорю сколько ну скажем где-то 25 тысяч мы вернулись и я сказал представителю Сирс что мы можем делать 75 тысяч по-моему хорошее число а потом он вернулся к нам с заказом на 150 тысяч тогда мы признали что сделать столько нам не по силам у нас просто не хватит денег он сказал не волнуйтесь я отведу вас в банк Сирс Сирс заказали 150 тысяч игр к Рождеству 1975 года для Атари снова пришло время играть по-крупному Сирс запустила свою мощную рекламную машину и начался ажиотаж сенсационная игра 1973 года была теперь доступна в качестве лучшего домашнего развлечения прошел один рекламный ролик и все раскупили это было поразительно один из посетителей подошел к автомату и посмотрел на мяч беззвучно прыгавший по экрану он ставил монетку и игра началась в конце концов он понял что битами управляли две ручки и разыграл первую подачу скоро вокруг собралась толпа зевак Бушнелл с Эл Корном посмотрели немного и отправились по домам на следующий день мы позвонили и нам сказали что автомат сломался я сказал только когда автомат открыли то мы увидели что он забит монетами до отказа и мы поняли что с этой трудностью мы как-нибудь справимся когда Нолан увидел насколько понк популярен сколько денег он приносит он сказал это успех надо запускать производство отари тронулась с места Бушнелл арендовал самое дешевое помещение заброшенный каток и там они открыли первый завод когда я сказал что мы будем делать 100 автоматов в день все в компании сказали мне Нолан да ты спятил мы так плохо разбирались в бизнесе мы пошли на биржу труда и наняли людей с улицы там были условно освобожденные хулиганы все это было ужасно так непрофессионально через полтора два месяца мы уже производили 100 автоматов в день о Понге стало известно и скоро хлынули заказы 10 тысяч аппаратов только для США мы быстро покорили страну нам было по 24 не так давно мы окончили колледж а мы сделали что-то что всколыхнуло мир Atari с начальным капиталом в 500 долларов заработала первый миллион это история о необычных людях мечтателях бунтарях и вундеркиндах два десятилетия они вели ожесточенную конкурентную борьбу судебные споры и плели международные интриги и все это чтобы стать путеводными звездами в новой области мировой промышленности сегодня во всем мире эта многомиллиардная отрасль промышленности приносит больше прибыли чем Голливуд и скоро отнимет у музыкальной индустрии звание самого доходного развлекательного бизнеса на планете этот бизнес компьютерные игры История компьютерных игр все началось в 1972 году когда группа бунтарей из Силиконовой долины бросила приземленную работу инженеров ради мечты их предводителем был 28-летний Нолан Бушнелл который ухитрился открыть свое дело всего с 500 долларов начального капитала он основал компанию и назвал ее словом из своей любимой японской настольной игры ГО в японском когда ты собираешься захватить группу противника ты вежливо предупреждаешь его Атари я подумал что это хорошее сильное название для компании несмотря на постоянную нехватку средств Бушнелл отправился нанимать для Атари первого разработчика однажды приехал Нолан в своем новеньком сверкающем Олдсмобиле и повез меня обедать он предложил мне тысячу долларов в месяц и долю компании шла война во Вьетнаме я не доверял властям и если бы мне сказали что чего-то делать нельзя то я бы тут же начал это делать когда мы открыли Атари вошли в это пустое здание и мне стало не по себе нас всего трое в маленькой компании безо всякой поддержки вот оно старое место здесь в этой маленькой мастерской появилась первая великая компьютерная игра ПОНГ здесь я сидел и собирал первый аппарат для ПОНГа вообще-то ПОНГ начинался как пробный проект он слегка преувеличил сказал мне что у него крупный контракт с Дженерал Электрик ни один инженер не станет работать над никому ненужным проектом то что никто из Дженерал Электрик за все это время ни разу не позвонил и не зашел меня совсем не насторожило сначала Эл заставил биты двигаться потом научил мяч летать потом он добавил функцию которая по точке удара мяча об биту определяла угол отскока и после этого измененная игра получилась невероятно увлекательной но согласятся ли покупатели чтобы выяснить это Бушнелл и Эл Корн установили наскоро собранный опытный образец в местной таверне мы поставили его в деревянный ящик обклеенный бумагой для контактного копирования он выглядел очень убого прилепили сбоку копилку для монет из старой коробки от инструментов и поставили аппарат на бочку мы взяли по пиву отошли к автомату для пинбола и стали смотреть что же будет и встали